здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос петр сегодня мы поговорим о клюкве в тендере который появляется у нас осенью на наших столах ну и который можно применять как бы и в лечении и в питании ну давайте обо всем по порядку чем полезна эта ягода ну во-первых клюква значит чем она полезна что в ней содержится витамин c других витаминов и витамин p других витаминов у клюкве как бы нету но у нее есть сочетание бензойной лимонной кислоты и вот этих витаминов что это дает значит это сочетание дает то что клюква и благодаря такому сочетанию она хорошо заживляет ран поэтому даже если есть язва желудка употребляю кишель из клюквы начал излечивать эту язву точно так же и на организме заживая скорее бы любые раны резаные полоты заживают быстрее если вы употребляете плоды клюквы ну и вдобавок клюква имеет как бы еще такое свойство отварить клюкву получается более тягучая соответственно все организмы все шлаки и та же радиация выводится из нашего организма вот в чем вот в чем польза клюквы ну вообще клюква мы привыкли к клюкве болотной кроме болотной клюквы которая у нас растет по верховым болотам у нас со скульптурой широко распространена клюква американская ну разница в чем то по химическому составу болотная клюква более богатая зато по урожайности это клюква американская более урожайная потому что если урожайность такой нашей клуб где-то 300 500 грамм с метра квадратного то болот это болотной клюкве то американская клюква дает 2,5 килограмма с метра квадратного. Например, сорт Стивенс. Это американский сорт. И вдобавок у каждой из этих клюкв есть свои недостатки, есть свои преимущества. Ну, давайте обо всем по парадку. Значит, поняли, что потребление клюквы способствует очищению желчных путей, улучшается работа почек и рано заживляющие свойства. И очищаем организм, соответственно. Ну, клюква помогает также есть легкое действие при утомляемости. Если вы утомляемы, очень полезно пить клюквенный морсик, будь то клюквенный кисель, будь то любые другие напитки пить с клюквой. Вы можете также клюкву добавлять при выпечке. При выпечке добавлять клюкву в пироги. И, соответственно, значит, что клюкву можно добавлять при клашении капусты. А почему при клашении капусты? Если вы замечали, Значит, клюква из-за тех вот, что имеет бензойную и лимонную кислоту, она никогда не плесневает. Она никогда не плесневает, то есть плесневая клюква вы никогда не увидите. Ягоды могут быть вялые, ну, так сморщенные, но они никогда не гнилые. Вот знаете об этом. Ну, соответственно, ягоды наиболее богатые витаминами в чем, если они собраны в осеннюю пору. Ну, точно так же. Клюква можно собирать и весной, потому что она была так, она перезимовывает. Ну, просто ягоды становятся более нежными и витамина у них содержится гораздо меньше, чем в осеннем сборе. Ну, а так капусту она добавляется тоже. Я тут чуть-чуть раскочил, но вернусь назад. Почему капусту добавляют клюкву? Потому что она тормозит действие микроорганизмов, то есть которые начинают брожение, вызывают капусты. За счет добавки клюквы капуста получается более хрустящая и она как бы, ну, становится мягкой. Потому что клюква тормозит эти процессы, брожение тормозит. И, соответственно, капуста получается более аппетитная и дольше хранится. Что вот эту ягоду? Если вы захотите врач на своем участке, неважно, американскую или болотную клюкву, значит, знаете, тут несколько нюансов. Нюансы такие, что это светолюбивое растение, то есть хорошее урожай клюква будет давать только на открытых солнечных местах. В тени она урожая не даст. Это раз. Далее, многие по ошибке считают, что раз клюква растет на болотах, значит, она должна расти в низинах. А вот в низинах, то как раз клюква не очень любит расти. Потому что заморозки в низинах ее повреждают во время твечения, и урожая в эмоции не дождаться. Ну, ее можно, конечно, высаживать в низинах, но надо высаживать на грибнях. Самое главное для клюквы на садовом участке создать то, чтобы почва была кислая по составу и имела хорошую водо- и воздухопроницаемость. То есть в любую почву, обычно нашу огородную почву, мы должны добавить верховой торф, вот, и должны добавить гравий. Нету гравия самый мелкий керамзит. То есть сделать такую почву, чтобы наша почва была так, чтобы полил, и вода сразу же ушла. В вот этих условиях наша клюква будет прекрасно развиваться. Ну, не забывайте, что в летнюю пору клюква может испытать недостаток влаги. Корневая система ее мелкая, она живет за счет микоризы, то есть симбионта грибков почвенных с корнями. Вот, поэтому для того, чтобы эти симбионты на солнце не высыхали, мы нашу клюкву, все ладочки замульчируем. Мульчируем опилками. Опилками, ну, или кора, что у вас есть в наличии. Ну, обычно опилка достаточно легче. Засыпаем кустики опилками, у нас влага не испарается, и, соответственно, потом клюква разрастается, как клубника усами, она растет в стороны, укорняется, и становится наша плантация более мощная. Есть, конечно, в интернете многие умники, которые предлагают выстилать дно полисиленовой пленкой, меж кровиной и высаживать клюкву, сделать такое болотце и высаживать клюкву. Я уже на своем опыте убедился, что при этих технологиях клюква через 2-3 года погибает полностью, и она уже не восстанавливается. Поэтому запоминаете о гребне, возвышенное место и нет застоя воды. Вот идеальное условие для выращивания клюквы. Сортаж, объяснил американские есть в продаже. Это вы можете купить. Ну, а теперь подойдем более, ну, то, что нам более как бы близко, используем клюквы кулинарии. Значит, клюквы кулинарии как используются? Значит, ягоды можно хранить, она хорошо хранится. Берем в литровый банк, насыпаем ягоды, заливаем водой. Заливаем обычной холодной водой. Заливаем и ставим в холодильник. В таком состоянии клюква может храниться до весны. Далее. Можно клюкву приварить. Можно клюкву приварить. Значит, привариваем клюкву. Значит, там будет соотношение килограмм на килограмм. Приварили клюкву. Добавили сахар. Еще раз с сахарным сиропом приварили клюкву. И после этого банки раскладываем. Ну, конечно, зависит от того, куда вам надо будет для чаев, для пирогов. Какие объемы можем вложить в маленькие баночки по 200 грамм, по 500 грамм, по литру. В общем, как вы будете использовать, в каких целях и в каких количествах. Закатали эти банки с сахаром. И все. Они будут прекрасно тоже храниться в неограниченное время. Ну, обычно до двух лет они спокойно выдерживают. И вы в любое время можете открыть такую баночку и насладиться вкусом клюквы. И насытить свой организм витаминами. Ну, и шестами, которые будут точно так же удушать действенность вашего кишечника. Потому что они будут действовать пагубно на вредные микроорганизмы, которые там живут. Очень интересный такой рецепт также клюква в сахаре. Ну, это просто ягоды обваливают в сахарной пудре. Обваливают в сахарной пудре, высушивают, и она сохраняется. Ну, такое лакомство есть у продажи. А американская клюква интересна еще тем, что с нее можно делать изюм. Тогда американская клюква крупная, где-то 2-2,5 сантиметра в диаметре. Их можно порезать. Они, за счет того, что мякота такая плотноватая, они прекрасно ножом режутся на половинки. Разрезали кольцами на 3-4 части каждый плодит. После этого обваливаем сахар и высушиваем. Они насыщаются сахаром, за счет этого сахара как консервант. Они хорошо хранятся. И получаются как изюм. В любые блюда, которые вы будете выпекать, можно добавлять такой изюм. И никто не догадается, что там изюма нет. А это его заменитель, обыкновенная клюква. Но питательная ценность такого блюда кулинарного гораздо-гораздо повышается. Выпечка наша витаминизированная и более полезна для нашего организма. Так что советую вам употреблять клюкву, особенно в осеннюю пору, когда у нас нападают разные болезни, когда у нас появляется апатия, утомляемость. Потребляйте клюкву и будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok